На елке, которая стоит в холле правительства области, кроме шаров и гирлянд, еще и открытки. В них имена детей и пожелания. Снимая зеленой красавицы послания, губернатор узнает, о чем мечтает ребенок. Подарки готовят не только в канун Нового года, но и после завершения праздника, вплоть до конца февраля. В этот раз исполнилось желание Игоря Вербина из Лутугинского района. Мальчик получил акустическую гитару. Покажи подарок. Очень довольный, Алексей Юрьевич, спасибо огромное. Акустическая гитара? Да, очень мечтал научиться играть на гитаре. Ну, не умеет, конечно. Я говорю, сейчас губернатор попросит сыграть, а ты не умеешь. Он говорит, ну ничего. Исполняют желания не только люди в деловых костюмах, но и в форме. К елке желаний подключились и сотрудники отдела информации и общественных связей вместе с полицейскими кинологами УМВД России по Ульяновской области. Исполняют желания не только люди в деловых костюмах, но и в форме. К елке желаний подключились сотрудники отдела информации и общественных связей вместе с полицейскими кинологами УМВД России по Ульяновской области. Благодаря совместным усилиям исполнилась мечта ученицы восьмого класса Киры Романовой. Девочка попала сразу на две добрые акции. В настоящее время в МВД России Пулианской области проводят акцию «Полицейский Дед Мороз». В рамках этой акции мы решили сделать подарок школьнице Кире, которая мечтает стать кинологом. И пригласили её на экскурсию в наш центр. Кира приехала в подразделение вместе с мамой и сразу же нашла общий язык с четвероногими бойцами. Инструкторы-кинологи рассказали, какие задачи могут выполнять служебные собаки. Поиск взрывчатых и наркотических средств познакомили с условиями их содержания в вольерах. Позже семья посетила музей, созданный ветераном кинологической службы. На память Кире вручили книгу об истории собаководства. Сегодня я посетила центр кинологической службы у МВД. Мне тут рассказали, показали о разных пород собак и как их дрессируют. Мне очень всё понравилось и в дальнейшем мечтаю ещё сюда приехать. А вот юный Арслан из Татарстана мечтал приехать на завод УАЗ. Его желание исполнил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Для Арслана и его родных папа и брата организовали экскурсию по предприятию. Участники акции «Воочи» увидели главный конвейер и как собирают автомобили. Самым ярким моментом стал тест-драйв. Арслан признался, эту поездку он заполнит на долгие годы. Александра Никитина, Управда ТВ.